30 тонн львовского мусора обманным путем выгрузили на городскую свалку Кропивницкого. Произошло это еще в канун Пасхи, две недели назад, но известно об этом стало лишь сейчас. Почему предприятие, которое арендует полигоны, занимается там сортировкой мусора, всячески старалось замять эту историю? Узнаем от Елены Брынзы. Городская свалка на окраине Кропивницкого. Теперь здесь усиленная охрана. И даже на нашу съемочную группу реагирует довольно агрессивно. Вы же попросили по-хорошему, вы можете не снимать. А все потому, что накануне Пасхи здесь произошел неприятный инцидент, известно о котором стало только сейчас. В городе проходила генеральная уборка. Машины одна за другой везли мусор на свалку. Ситуацией воспользовались находчивые водители грузовиков, в которых находились отходы из Львова. Три фуры были с криворожскими номерами, поэтому водители легко оформили все необходимые документы. Сбросили мусор на полигоне и уехали. Связались мы с человеком, который сопровождал эти автомобили, хотели приехать на место пообщаться. Пока мы приехали, он сопровождив все эти три автомобиля, выехал в сторону объездной. Руководство предприятия насторожил большой объем отходов, почти 30 тонн. Собрать столько в городе не могли. Позже сомнения подтвердились. В мусоре нашли чеки со львовскими адресами. Сотрудник, который не проявил деятельности, уже наказан. Отчитался директор полигона. Мы изменили охрану полностью, перешли на более наемную охрану. Пришлось все-таки уволить человека, который, не скажу, что он участвовал, но принял, с какой-то стороны мог бы подозрение по тоннажу машины. Его должно было заинтересовать. А вот в полицию руководство предприятия не обращалось, поскольку признают виноваты, сами не доглядели. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий.